конечно ни один уважающий себя чекист не рискнет 13 числа лезть в дебри в болот и и куда-то на разведке но мы попрем мы попрем ребята совраска загружен значит помимо того что похоже на на апокалипсис и что дым в воздухе еще и грозу обещают или дождь и поэтому все пасмурно солнце вообще не видно и как-то так страшно то но мы с собой взяли костюм от дождя и даже в этот раз загреть его кусок кота полога если чему накроемся это бродники если я пробьюсь к реке то я поправил попробую ее перейти уж я сегодня не кушал у меня тормозок там маленький собой есть бензопила собой если вдруг это деревни не дадут нам проехать ведры сами знаете для чего тут и дождевичок есть плотиночка есть потому что едем сапогах через болоты ну так савраску заправили воздух колесах вроде есть ну и все наверное да пожелайте нам удачи кажется я пробился через последние болота и и вышел на взгора к видите на взгорках песчаная почва все хорошо уже ужасном был ужас ну одному нехорошо в такие места соваться когда вдвоем хоть можно вытащить друг друга так и вы наверно замечаете у меня в виде иногда проскакивает такой сарказм не сарказм и ирония по в адрес чингачгуков и ациол ну такие вот пейзажи наверно объясняют почему это лишь один просто я не хотел останавливаться включать камеру потому что как-то дождик моросит было и похлеще намного гораздо хлеще но не выдержал остановился взял в руки камеру чтобы показать вам я не знаю но как определенные слова которыми это можно описать так но это показать вам зачем я сюда пробивался витая они даже на дорогу высыпка вылезла и вот видите он те успели подрасти то есть значит вот эти вот животные они были которые насорили или оставили следы когда давайте скажем так вот были странные животные оставили странные непонятные следы я хочу публиковать интернете спросить у местного населения не знаете они какое животное оставляют такие следы они были в самом начале сезона я думаю они потому что это ну а эти успели подрасти после дождичка видите и подсыхают уже жара стоит жара видите внутри подсыхает ну придасти хорошо если так и где будет а я это знаете не мудрство и лукава через реку тоже блин ломанулся шок в адрес уже покоцанный болен собраска выручает бунчу я буду думать за руку за рекой оставлять и там бродники надевать и чем здесь это с ведрами настоящий джиги там всегда это самое прет до кедова джип тащит правильно мой красота и дождик вроде перестал перекусить надо перекусить и голодный иногда есть такая знаете прикольная мыслишка по старой памяти так патролить народ это пожрать в камеру так смачно то что-то чем дальше в лес тем это у скрепных все слабее нервы и все сильнее скрепить вещать ты бы хоть из уважения к зрителям не жал перед камерами иди нахер я хочу там и буду жрать вы так больше не кричите пацаны нафиг аж камера испугалась и кредикнулась это и там все фокус пропал у нее и все так тетя Оля золотая душа мне попить тут это я как чему в дождевике еще вроде перестал да не поймешь блин будет еще не будет дождь но тетя прокажница насмешила а блин значит дикарю из племени умба бумба болен вилочку положила наша вилочкой будем ага блин ножичек еще и мизинчик оттопырить блин пацаны чувство небывалое здесь такое это потому что далеко далеко ты так это от цивилизации ага ой жрать охота штуньки это самое скапливается белый хлебушек тетя Оля сама с тряпой да и потом это маслицем она его намазала и на него положила что-то эти блин как они называются люфт гитрокнете шинкин вот так называется ага ну и все жрем жрем из Чикаго приезжал Сергей который у нас был два года назад и еще два друга с ним сегодня рано утром они уехали пробыли неделю где-то порыбачились но вчера мы посидели надо почему я начал это мы пригласили к себе и посидели вместе дегустировали вино ага хорошо посидели и а почему я то блин я уж это у меня крыша едет пацаны блин этом смысле на мысли и угощали их это оленятиной и медвежатиной вот 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 почему я начал все это я увидел это все и в мозгу такую цепную реакцию такую ассоциацию это вызвало и поэтому вилочка будет наверно кстати я чтобы это мясо хремать ну понравилось им свою программу они выполнили рыбы половили но не просто рыбы нарвались на судака в том озере где он есть так скул здесь называется школа и они это штук семь или девять вытащили поля ну ну щука конечно сама щука щука они это на одной из заповедных мест где у меня лодочка лежит и они просто с берега нет они лодочку взяли короче каждый заброс щука каждый заброс щука и они где-то горючат 100 штук но они ни одной не брали они все отпускали ну если на рыбачились от души форель попытались на серьезную форель на такую дикую ну не которую выпускает там озера дает когда зарыбляет не так-то это все просто но местный один рыболов который консультировал он им подогнал настоящий форель они порезали это стейки сделали и даже нам дали ну и хотели они увидеть медведя и что вы думаете утром когда они выезжали заимки возле нашей заимки через дорогу перебежал медведь остановился посмотрел на них смотрите и убежал ну хлопцы из чикаго еще если не пиками сант клипс знаете где это сопримечательность такие ну там дно океана было когда-то и за миллионы веков там отискал они из песка и поэтому пути туда там есть щиты с информацией очень интересно река шумит все чувства потрясающие не бывало и ты нигде понимаете ты так далеко от цивилизации что здесь ну точно знаешь ни одна падла не появится я не знаю эти следы как они а потому что еще засуха была знаете до дождей они пробивались на вот сейчас дожди прошли там это бобровые плотины все и вот когда они ходили эти смотрели эти до сопримечательности там такая дорожка есть кругом эти blue berry черника или голубика везде они накушались не упали то что программу минимум они выполнили свои очень довольны ну тундра у них тоже и лодка за собой тащили насчет лодки морщились на границе конечно потому что здесь очень строго это хотят чтобы не распространяли заразу особенно это зибра масло знаете такая ракушка там куда зараза такая и поэтому даже здесь у нас на месте всегда требует ну или просят или как там пишут сейчас это обращает большое внимание на это уделяет это большое внимание чтобы ополаскивали промывали все знаете это особенно делал у многих есть вот и хотя где живую рыбу можно держать лайфлел чтобы оттуда сливали в короче чтобы не транспортировали заразу от одного водоема к другому ну а у них чикаго и соседи висконсине всякая то есть зараза и поэтому очень сильно морщились таможенники сказали на обратном пути в стороночку дезинфицируемый потому что выйдет ну пропустили поэтому можно и с лодками и все на свете лежать ну так пацаны ну а самое самое то интересное вот вы думали дядя кого дядя вова там он шлепнутый на голову он варкохолик он только работать может как кони все блин он прямо это самая брата ликета нихрена подобного пацаны я просто это блин это маска раздуряйте после этого дожечка да теперь сырость и влажность музыка и вот иди-иди-иди сейчас попшикайся у меня есть от комаров у меня в кармане всегда с собой такая форме лошен как лосьон да я больше это уважаю на эти пшикалки не надеюсь но просто пацаны я нашел такой вариант где это я видел что своим трудом своим горбом своей работой я могу из говна сделать ну более-менее съедобную конфетку я ее сделал и у меня в планах совсем не было помирать там это просто бессмысленные какие-то проекты делать а я так потихоньку это самые проекты все передел а сейчас основные работаете видите сами там это госпожи халяве езжу эти зерна там эти какие-то таская блин безумные эти сено долбанное все потеешь как конь как дурака нахрен мне надо эти козы это все съедают и потом выкакивают блины бой с тенью ну в принципе помогает просто держаться в спортивном таком этом но короче пацаны зачем мы пахали зачем мы затем деды воевали чтобы потом дурака валять чтобы потом ездить грибошки ягодочки бляха муха жить жить понимаешь жизнь что такое жизнь знаешь ни хера не понимаешь пенсия какой нахрен пенсия ты молодой счета пенсия думаешь будет пенсия можно думать про пенсия сейчас пока ой бай один юноша спросили военкоматы с женщинами спите а он и что дурной что рядом с женщинам разве можно уснуть ладно я буду кушать ребята вам хорошее настроение вот эти дорожки кажутся такими хорошими в хорошее состояние на самом деле по ним ну не знаю уже много десятилетий нам никто не ездит ну раз в году там три четыре пять раз году кто не проедет на квадрике ациолы они все курят такие белые выполз я из лесу небо до того нахмурило что я понял что будет дождь я взял с собой дождевичок в ведро потом начал моросить дождь я надел куртку а штаны оставались на дне ведра потом дождь зарядил вроде серьезней так и я быстренько грибочки высыпал на куртку чтобы по земле их не собирать достал штанишки надел их потом с курточки грибочки быстро в ведерко курточку надел и ходил так ну мокрый конечно весь от того что потел летние дожди они такие душно ну зато дождя хоть не промок так сейчас я пойду ёлки пакетки его квадрик пригоню сюда чтобы не бегать лишний раз и потом еще по этому региону пошастая ведь и вот это если бы диких славян сюда пустите они будут сыроежек до всяких нахапа либо но мы джигиты народ гордый мы их не трогаем только вот такие лисичкам ды ёлки-палки смотри какое хорошее место притомился уже хорошо здесь даже после дождя ах да пока не забыл по горячим следам но я все так сделал потому что я знал что пойдет дождь я же говорю с собой дождевик взял когда пошел за грибами и постарался все укрыть так чтобы ничего не пострадало ну здесь в ведре немножко тряпки есть я взял перевернул вот такая тесто на и крышками накрыл и здесь тоже я взял свой сидорок накрыл вот чтобы и что же вы думаете прихожу этот бродники в сторону значит а медведь уже к сидорку лез ну ну это ну потому что я рядом был тут шумел это и довольно быстро вышел не успел короче проказник такой ух бальдин хотел мсала скушать а бандит вот так пацаны как чмо я выходил из лесу блин по gps ушел по gps заблудился как падла блин паниковать начал солнышко скрылось вообще непонятно где солнышко ой бай бай дурак старый блин а самое главное знаете gps то есть да а это а мозгов то нету нафиг я же никогда не забиваю где это квадрик ну потому что раньше я забивал там и там 100 таких пунктов вот тут а машина твоя вот тут а твой квадрик вот тут джип вот тут отсюда пошел это все блин ага дурак ну хорошо это проследил хоть знаете это короче забудился вообще пошел пошел а там труба там вообще там 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 даже не знаю блин никаких макаров не телят ничего ну понял что вообще помирать короче надо но на грибах сколько я выживу да там этих ягод тоже немного пить вообще нету но река шуме где-то она сволочь обманчиво так их и знать по тайге и она кажется везде шуме то там я по этим ходил по этим грядом грядом таким грядом ну вот он на этих грядах там это знаете почему я это уже это несколько лет назад пронюхал когда засушливые года и грибов или нету я не высыхает а ближе к реке видимо там каждую ночь это знать влага туман то все им хватает влаги его там в этой зелени шаришься они не любят вообще такие места ну а когда 20 некуда правильно ли шашечки или ехать ну и короче заблудился капитально а потом думаю дай-ка я посмотрю свои любимые места где у меня там ну там написано тут а много лисичек а тут до хренища оттуда вообще и я пошел к тем местам а когда я туда пришел я уже воспрял и потом солнышко показалось так чуть-чуть но показалось а я ваше тогда ком королю и сват министру обижал ой спать его очковал пацаны хочу темнеет уже блин уже это все давай сворачиваемся все это обуваемся одеваемся блин ноги в зубы и дай бог нам речку переплет а самое блин этих пять болотов блины один мост блин и вообще весь маршрут блин 10 километров на реку выбраться отсюда